Привет, друзья! Ну вот, он уже и наступил, этот первый день и самый тяжелый день моего похудения. Конечно же, первый день всегда самый тяжелый. Он тяжелый в моральном плане, потому что впереди целых 60 дней ограничений. Ребята, Рубикон пройден, и сейчас мы сделаем замеры. Меня вдохновляет то, что впереди не только ограничения, а непередаваемое чувство избавления. Вот это свинство, смотрите, сколько. Ребята, у меня больше 100 килограммов. Это много, это очень много для моих 182 сантиметров роста. Вот, смотрите, что я накушал на кулинарном канале и не только. Вот так вот я выгляжу, друзья. Рубикон пройден, и сейчас мы замеряем мое добро. Сначала замеряем талию. Становлюсь ровно, не выпячивая живот. Вот, в самой широкой его части, это чуть-чуть выше пупка. Вот, вот, вот я ровно стою. И вот 117 сантиметров. Вот они, эти сантиметры. И теперь замеряю вес. Вот мои веса, веса включены. Проверяем. Ну, как и положено. Вот эта гаечка весит 20 граммов. И теперь я с таким ожиданием чудес невозможных становлюсь на весы. Мне плохо видно, но я вижу 100. Ну, во всяком случае, я вижу цифру 100. Для чистоты эксперимента, конечно же, я хочу увидеть в начале цифру 100. И в конце я хочу увидеть цифру 79, 999. Но обязательно должна присутствовать цифра 79. И тогда я буду считать, что вот этого добра убавится ровно на 20 килограммов. Процесс пошел, ребята. Начало положено. Еще раз привет, уважаемые гурманы. Мы с вами одной крови. Я и вы, или вы и я. Я почему сказал слово гурманы, чтобы не сказать слово обжоры. Существует много разных и различных диет для похудения. Но их отличает то, что те, кто их составляет, скорее всего, их не проходил эти самые диеты. Он не понимает самого процесса. Дело в том, что перед тем, как составлять диеты для похудения, нужно понять психический, психофизиологический тип вашего организма. Ваш тип, ваш личный психотип. Вот я, например, я максималист. Я могу совсем не кушать, если хорошо настроюсь. В моей практике, прежде чем я пришел к этим всем достижениям, в моей практике, я по заветам Поля Брега, я голодал 21 день. Это было тяжело, конечно же, не кушать только на воде 21 день, это очень тяжело. Я это делал не для похудения, это я делал для оздоровления. Собственно, говоря тогда, я не понимал этой разницы похудения. Я думал так, что стоит только не кушать, и ты обязательно похудеешь само собой. И, между тем, оздоровися. Ребята, первым делом нам придется бороться со своим организмом. Нет, не с организмом. Вот нужно понимать, что в нашем организме находятся как минимум две субличности. Первая субличность, это я. Я пошел, я сделал, я принес, я купил. Вот так вот, я голодаю. Это малая вершина нашего организма. И второе я, это то я, которое зарождалось во времена динозавров. Это животное наша сущность. На самом деле, мы ведь не владеем своим организмом. Да, наш организм нам не подчиняется. Нам доступны только ограниченные функции. Пойти, пойти и сделать. Все. Мы больше ничем не владеем. Если бы мы владели своим организмом, мы дали бы команду на сжигание жира, даже более. Мы бы дали команду не усваивать этот жир. Мы бы понизили усваиваемость этой пищи, которую употребляем. И все, все выходило бы в унитаз. Но, к сожалению, мы не можем задержать, убыстрить как-то работу сердца. Мы не можем приказать сделать какие-то физиологические функции. И с этим нам придется бороться. Потому что, поскольку мы не можем приказать нашему второму я, мы можем... Мы же умные. Наше второе я, это умное я. Мы можем эту сущность, звериную нашу, обмануть. То есть, разговаривать со второй нашей сущностью на понятном ей языке. То есть, как-то приспосабливаться. Вот, ребята, сейчас, если я сразу перейду на низкокалорийную диету, то для того, чтобы войти в режим сжигания жира, пойдет много времени. Это будет, возможно, 10 дней, возможно, 2 недели. Только когда организм очистится и почувствует, что энергии не хватает. И только тогда он запустит сжигание жира. Жир – это то, что организм придерживает, экономит и расходует только в последнюю очередь. Только в исключительных экстремальных случаях. Вот ключевое слово – экстремальные условия. То есть, нам нужно сразу же второй нашей сущности дать понять, что наступили экстремальные условия. Каким образом? Ребята, сейчас я трое суток буду, как бы, голодать. Исключительно на воде. Три разгрузочных дня подряд. Вот, организм должен прочувствовать. И включить все эти механизмы сжигания самосохранения. Некоторые скажут, да что ты, три дня без еды. Я же, я же, я же упаду. У меня будет кружиться голова. Ребята, вот сейчас я приведу пример. У меня, там, где я раньше жил, была соседка. Соседка такая, ростом, возможно, где-то полтора метра и чуть-чуть. И при том, она такая же вширь. Это же баррель ходячий. Там лишнего веса, жира, не веса, а жира, там может быть 60 килограмм. Вы представляете, это бочка жира. И когда я ей начинал рассказывать о своих принципах похудения, она мне говорит, а я не могу. Если я полдня не покушаю, у меня голова кружится. Да, ребята, ни у кого голова еще не отвинтилась. Ни у кого. Как только человек попадает в экстремальные условия, как только у него нет иного выхода, кроме как голодать, ничего, ни у кого не кружится. То есть, если себя настроит, что я буду голодать трое суток, если организм начнет нас шантажировать и начнет включать бурление живота, головокружение, слабость, не надо. Значит, вы ему должны приказать, если же я буду страдать от головокружения, я буду голодать 4 дня. Как только это второе я прочувствует вашу решимость, решимость должна быть обязательно, это не должно быть блефом. Как только организм прочувствует вашу решимость, вот ваш настрой вот так осуществлять, как только он начинает шантажировать ваше умное я, значит, вы должны отвечать, я иду на голодовку, дополнительно день голодовки, исключительно на воде. Только почувствует вашу решимость, не будет никаких там слабостей, не будет, ребята, не будет ничего, не будет этого шантажа. Вы только представьте, вот я за эту тетеньку, у которой 60 килограммов жира. Жир, это все равно, что нефть по энергоемкости. То есть, этот жир, можно заправить ее в количестве 60 килограмм в трактор, и этот трактор полдня будет землю пахать. Гектары земли вспашет, на ней самой пахать можно. А она говорит, у меня голова будет кружиться. Это не более, чем самомнение, самовнушение и шантаж организма. Так что, ребята, если же этих моих слов для вашего самонастроя будет недостаточно, ребята, просто забейте в гугл. Поль Брек. Чудо голодания. Это золотая книга. Сейчас много кто критикует ее, что, мол, Поль Брек был неправ, голодать для здоровья это вредно. Ребята, Поль Брек умер в 80, по-моему, 5 лет. Умер он, он не умер, он погиб, катаясь на серфинге, на волнах. В таких годах, ребята, и когда при вскрытии его вскрыли, обнаружилось, что у него организм по своему внутреннему состоянию, организм на уровне юноши. Так что, прежде чем вы будете слышать какую-то критику, пускай кто-то из этих диетологов своей жизнью докажет его неправоту. Он доказал своей жизнью и своей смертью. И ему я верю. Это не относится, на первый взгляд, к похудению. На полном голодании худеть нельзя. Это неэффективно. Просто на полном голодании худеть дольше, чем на частичном. Вот, ребята, я сказал, как бороться со своим организмом. Я сказал, с чего я начинаю. А вкратце моя диета будет состоять по... А вкратце моя диета работает по очень простому принципу. Нельзя голодать. Надо найти те продукты, которые вы сможете кушать в любом количестве во время этого голодания, в любом, потому что они малокалорийные. Кушайте в скорости. В идеале нужно найти тот продукт, который стоит перед вами. Тот тазик, который вы привыкли употреблять, а вы не можете его кушать. Он вам отвратный. Он вам противный. Для меня этот продукт гречка. Я вот за 60 дней голодания съедаю, ну, не более 2-3 килограммов гречки. Это немного. А иногда намного меньше. Иногда даже килограмм. Я сбрасываю 10-15 килограмм, я не съедаю килограмма гречки. Но у меня есть уверенность. У меня есть уверенность в том, что я в любой момент могу сварить большущую миску и скушать ее. Другое дело, что мне ее не хочется. Это очень важно. Когда ты смотришь, когда ты голодаешь, там и куриная грудка, и всего-всего-всего очень много. Да ведь наша проблема, я уверен, что и моя, и ваша тоже. Проблема не в том, чтобы голодать, а проблема в том, что мы не можем остановиться. Вот я могу совсем не кушать. Это для меня, ну, тяжело, но достижимо. Но я не могу, когда передо мной большущая жареная курица, я не могу отрезать кусочек ножки съесть. А остальное пусть. Ведь люди подразумеваются на две категории. Это, между прочим, это не учитывается диетологами. Первая категория, которые безразличны до пищи. Они безразличны. Они не могут стать полуголодными из-за стола. Они могут как бы нейтрально относиться к пище, к вкусной пище. И поэтому они не страдают всевозможными вот этими излишествами. Вот. И тем более, они не смотрят сейчас этот ролик. Им это неинтересно. Их это не касается. Вот. А мы с вами, мы привыкли кушать много. Так вот, для меня, для меня легче. Вот я знаю. Вот ограниченный список продуктов. Вот я их могу кушать в любом количестве. Я могу взять качан капусты и скушать его полностью. Я могу морковь. Я могу... Но я буду более подробно останавливаться на этом меню. То есть, найти те продукты, которые есть возможность кушать. Неограничено. Но вы сами себя ограничиваете. Потому что это вам не хочется. Когда-то в одной телевизионной передаче ведущая... Был разговор за гречку. И ведущая сказала так. Да я вот. Да я вот пять дней сидела на гречке. И все. Я на нее смотреть не могла. И поэтому я вот эту диету забросила. Подожди. Девочка. Ты вообще не поняла суть этой процедуры. Этого процесса голодания. Ты нашла свой идеальный продукт для похудения. Ты нашла. Тебе нужно было продолжать кушать эту гречку. И в неограниченном количестве. Ну, поскольку она тебе противна. Ты много ее не съешь. И ты достигнешь нужного результата. Потому что не бывает так, чтобы кушать неограничено. Вкусное и худеть. Не бывает. Нужно себя в чем-то ограничить. Поскольку я себя ограничиваю во вкусностях, я не ограничиваю себя в количестве. Ну, вот кажется, в двух словах я пересказал то, что я хотел сегодня сказать для первого дня. Ребята, впереди три дня голодания. Каждый день я буду делать замеры. Каждый день я буду эти данные вносить в график. Каждый день вы будете видеть мои достижения. И самое главное, я буду подробно останавливаться на своих ощущениях. Что я чувствую. Чтобы вы, те, которые будут идти по моим стопам, просто сверяли свои самочувствия. Так вот, я снова о Поле Бреге. Не нужно голодать. Но нужно почитать эту книгу. Там он большое внимание, уделяет мотивации, самонастрою. Этот самонастрой, он хорошо применяется и для полного голодания, и для диеты. Почитайте эту книгу, не пожалеете. Там много чего полезного. Ну, а покуда, на сегодня все. Пока-пока. Подпишитесь на канал. Ваши просмотры, лайки, комментарии, репосты в соцсетях и рекомендации подписаться – это основа существования нашего канала.